Привет, ребята! Я из Америки. Меня зовут Даниэль Барнс, или Даниэль Сараев, если перевести на русский. И это фильм про меня! На самом деле я не планировал никогда приехать сюда. Это как-то очень случайно вышло. То есть откуда я, это смешно попасть в Россию. Это очень странно, потому что я с фермой. Там, где ничего нет. Наша ферма находится негде. То есть наш маленький городок даже не на карте, не найдешь его. Вокруг нас одни поля. И в этих полях, конечно, растет только кукуруза, фасоль, по-моему, до сих пор. Все всегда спрашивают, типа, ну, у тебя есть, наверное, какие-то русские корни или русские родственники. И я говорю, нет, мой папа фермер. Американский. И мои корни французский, голландский и Native American. И все. На ферме у нас была семейная трагедия, которую я сейчас рассказываю через улыбку. Но это просто как по-другому. Это смешно же. Когда 300 свиньи все умерли в один день. Вентиляция выключилась. И вот в сарае есть такие, ну, доски. И между ними есть щели маленькие. Ну, типа, куда выпадает какашка, да? И если вентиляция выключается, то они, ну, они задохнули своим говном, короче. Тогда, в 2008 году, я окончил high school, то есть школу, и понял, что мне нужно выбирать, чем я хочу заниматься по жизни. Кем я хочу быть. И у меня были выборы, химический инженер или актер. Почему так, дофига его знает. Но я, если честно, где-то читал статью, что самое большое количество самоубийц бывает у инженеров. А именно у химических инженеров. И я говорю, я говорю, пап, ну, наверное, мне стоит стать химическим инженером. И, естественно, родители расстроились. Они очень хотели, чтобы я стал инженером. Но я понял, что я очень хочу поступить на, ну, как-то, ну, я хочу учиться на актера. И, типа, наш компромисс с родителями было, что хорошо, я буду учиться и на актера, и на кого-то еще. В конце четвертого курса в институте мой педагог по актерскому, кстати, эта женщина, она первая жена Константина Райкена, она создала курс для американцев в ГИТИСе. Предложила мне поступить туда. Но, опять же, я сказал, что я не хочу, я хочу в Голливуд. Она сказала, да нет, попробуй, просто, ну, я думаю, что тебе это понравится. Я сказал своим родителям, что я хочу в Россию. Они как-то, ну, посмеялись. Я не знаю, я думаю, что они были в шоке просто, потому что это не то решение, которого они ожидали от меня. Когда я сказал, что я переезжаю на полтора года, это было чуть по-другому. Они как-то, ну, ты уверен, что ты этого хочешь? Я говорю, да, я уверен, я думаю, что мне это нужно. Они это как-то, ну, воспринимали, как, окей, хорошо, если ты считаешь, что это нужно, тогда мы это сделаем. Мы сделаем все, чтобы ты туда попал. План был такой, что я переезжаю на полтора года, чтобы учиться. Я должен был в сентябре уехать, но в это же время заболела мама сильно, и я через полтора месяца уже приехал сюда. Мало кто знает это на самом деле, что последнее слово, прикинь, ну, это такая атмосфера кино. Последнее слово, которое произносило мне мама, это Москва. Часть меня, эта часть поняла, что я как-то бросаю всех, и это было очень тяжело. Даже не ненависть к себе, но это просто, это разочарование, наверное. Одновременно горжусь собой и ненавижу себя. Я это один раз обсуждал со своими младшими братьями. Я говорю, ну, ребята, вы что, ну, им было, когда мама говорила, им было 15 и 13. Я говорю, ну, ребята, ну вы меня простите, мне не нужно было это сделать. И они говорят, ты что, дурак? Это мы это поняли, даже, ну, в 13 лет мы это поняли, что ты, ну, ты станешь кем-то. Ты сделаешь нашу семью, ну, гордой, это круто. Но для меня это было такое конфликтное чувство. Но я все равно, я знал, что мне нужно это сделать. Когда я приехал сюда, я даже алфавит не знал. Я помню, что я впервые увидел букву Ж. Я говорю, что это за маленький человечек вообще. Первый день на русском курсе в ГИТИСе, это был ад, это был ад просто. Мне было так стыдно, что я не знаю язык. Я не знаю, это, наверное, меня как-то вдохновило, этот стыд. И я каждый день чем-то занимался. Либо я куда-то пошел с друзьями, выпил с ними, общался только по-русски. Или я смотрел всякие сериалы, которые ужасные. Как много я работал. Если русский мой однокурсик работал столько, я работал столько. Почему? Это не то, что типа, ну, он просто плохо работал. Нет, он работал столько, сколько ему нужно было. И мне нужно было больше, потому что я не знаю этот язык. Летом учился в институте Пушкина, по-моему, называется. Это институт русского языка на Беляеве. Это 8 часов в день, когда ты просто изучаешь всякие. Все, что я помню оттуда, это глаголы движения. Типа, я иду, я еду, я хожу, объеду, съезжу. И все это такое, это было дико тяжело. Я плакал много, и я помню, что я звонил папе и говорю, папа, я больше не могу. Пожалуйста, ну, купи мне билеты домой. У него нет своих денег на это. И я помню, что он сказал, если ты хочешь бросать все, к чему ты уже работал, тогда ты сам себе купишь билеты. Я говорю, да ладно, хорошо, хорошо. Но он был прав. Я помню свой первый урок по речи в Витязи. И первое упражнение было, что надо, типа, ну, делать какое-то физическое движение со словом die. И я слышу не die, а die. То есть, умри. Все вокруг меня как-то умри, 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 умри. Die, die, die. Это было как-то... Я понял, что это не так, но это было очень смешно. Один раз меня заставили читать Гольт и Русь, потому что они думали что-то смешно. но, да, это фишка, да, что, типа, ну, америкашка читает, ну, Есенина я никогда не забуду это я всегда смотрел ночью какие-то сериалы, или фильмы, или слушал музыку сначала все, что я знал, это было Земфира были какие-то песни, которые мне не понравились, были какие-то, которые мне не понравились, я не помню еще все, типа, Киркорова слушали, Пугачева, Высоцкий, кого еще я слушал, любое мне было важно immersion, чтобы прям как-то, ну, быть постоянно в языке наверное, первое, чему меня научили русские друзья, это русский мат, естественно потому что с таким акцентом это смешно всем, когда я матерюсь любимая у меня фраза, это, конечно, пиздец под кроссом незаметно почему? потому что это моя жизнь и вот перевести эту фразу, пиздец под кроссом незаметно, на английском это невозможно потому что это получается, типа, this shit snuck up on me I don't know, I don't know, I don't know, I don't know следующая новость такая, в нашем театре, да хватит я знаю русский еще часто спрашивают, почему, если я хочу быть актером, почему в Россию есть Голливуд, есть, ну, в Лондоне очень хороший театр, говорят еще в Польше и в Германии сейчас растет театр поэтому, почему в Россию? и я всегда в ответ задаю следующий вопрос если ты хочешь стать лучшим поваром в мире, куда ты едешь? ну, всегда кто-то отвечает во Францию или в Италию и чтобы быть лучшим актером в мире, я считал, что это правильно сюда приехать тут Станиславский, тут все и, на самом деле, американская система, допустим, актерства или театра или кино но это все мы, ну, грубо говоря, украли от России ну, у нас, конечно, есть свои фишки, ну, своя система уже но это все как-то было связано с Россией, я считаю русский театр — это искусство даже если спектакль кому-то не нравится даже если там какие-то, ну, не самые лучшие постановки тут они относятся к этому как к искусству тут, когда я снимаюсь, я обычно играю иностранцев если мне предлагают, это всегда эпизод и это, ну, это было нормально в начале сейчас уже как-то напрягает потому что я уже сколько раз могу играть «Журналиста 2» это было трижды я играл «Журналиста 2», кстати это просто моя роль по мне, ты видишь просто если несмотря на то, что я играю только эпизоды постоянно я снимался у кого? у Бодорчука, у Папогребского где еще я снимался? ну, в отеле «Алеоне», в «Дельчонках», в Москазе в рекламе Хайнекена, это была моя первая работа тут это было на втором курсе, когда я вообще не знал русский язык ну да, хорошо, я недавно снимался в рекламе «Мирамистин» мне нужны были деньги в этот момент, когда мы снимали его действительно, мне нужны были деньги поэтому я согласился и сказал, ну, хорошо, мы это сделаем ну, отснялся за, по-моему, 20 минут я там был и все и еще я работаю сейчас в онлайн-школе английского языка Skyeng рубрика «Не русско-английский» и я веду всякие видосы про английский язык Hi guys, с вами «мерикашка» Дэниэл моя любимая русская пословица идиома это тебя не баран чихнул the color of my mood is gypsy ребята создали промокод «мерикашка» и увеличили бонус до двух уроков при первой плате так что пользуйтесь! и мне это действительно интересно почему? потому что я могу играть, мне весело и то есть я в кадре, это всегда хорошо но еще это связано с языком я очень люблю языков поэтому это для меня действительно интересно еще часто спрашивают мое отношение к России это хорошее отношение но я очень люблю эту страну так же как я люблю свою родину когда я путешествую я как-то, я чувствую душу города или отсутствие души кому-то очень не нравится Москва но мне нравится все говорят, что в Америке у вас, наверное, нет таких подъездов, как у нас ребята, в Нью-Йорке тоже не сахар тоже какие-то проблемы с подъездами и успокойтесь чем отличаются русские от американцев? ничем то есть мои американские друзья такие же, как и мои русские тут они все дураки я их всех одинаково люблю это правда так но может быть культура другая или атмосфера другая природа другая, город другой но люди по факту везде одинаковые у всех есть своя человеческая мечта поэтому есть такие стереотипы про американцев то есть мы все фальшиво улыбаемся у всех огромные дома и много денег мы очень тупые мы любим только только-только фестфуд и бургеров думаем только о сексе у нас оружие повсюду да, в стране у нас огромная огромная проблема с оружием это напрягает правда, это просто такая ситуация ну а то, что мы едим только фестфуд да, едим фестфуд но и все тут тоже уже едят фестфуд я вижу в KFC столько людей уже там это не только иностранцы ребята это русские люди господи, я не знаю, мы точно так же готовы дома, как и вы тут я по своим американским друзьям наверное не скучаю то есть я не активно типа а, я так скучаю по ним нет, ну это не то, что я их не люблю я их безумно, безусловно люблю но это просто я такой человек, что я обычно ни по кому не скучаю только по своим братьям и по своему папе иногда я думаю, что если бы я остался в Америке я действительно стал бы уже известным да, играл бы с Прэт Петтон с Робертом Дениро уже с Апачино но я чувствую, что я на правильном пути сейчас помню даже, когда мы показывались везде и мне везде сказали, что ты нам не нужен это больно любому человеку, правда но я помню, как тогда я даже, ну выговорить ни одно слово не смог а теперь я играю главную роль в театре Ермоловы где, ну, худрук Олег Мельщиков это так круто но это не значит, что это легко было мне и до сих пор нелегко ну, меня не узнают на улице это, ну, жалко, конечно у меня такое запоминающее лицо почему, в чем проблема? хвастаться не стоит, но я имею право уже гордиться собой я не говорю без ошибок я не говорю отлично я еще не вышел на Красную Дорогу Кинотавра ну, жду я становлюсь лучше верить в себя и это для меня это правильно когда я был ребенком, я всегда думал, что не, я просто хочу помочь людям и если это через смех, то ради Бога если это через драму, то ради Бога быть хорошим актером, это значит быть хорошим человеком не доверяйте гуглу, пожалуйста, ребят пьяные под мухой какашка на палке переподвыподверт переподвыподверт хотя мы можем еще сказать, что эти тени это dark circles темные круги или bags сумочки да, пусть будут сумочки хорошо открытие с и или так или Продолжение следует...